Согласитесь, что среди нас живет достаточно большое количество людей, которые ловко и виртуозно умеют мастерить разнообразные сувениры своими руками. Да, в своем большинстве это женщины, которые совмещают профессиональные и семейные обязанности и находят время для того, чтобы творить. Сегодня такое хобби легко можно сделать формой заработка, если зарегистрироваться в налоговых органах в качестве ремесленника. Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. До начала осуществления ремесленной деятельности, а также при прекращении данной деятельности, плательщик представляет в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. Для отдельной категории населения, например, мам в декрете или тех, кто ушел на заслуженный отдых, такое увлечение может стать отличным вариантом дополнительного заработка, тем более, что какой-то специальной отчетности в налоговые органы подавать не нужно, а стоимость сбора за календарный год осуществления ремесленной деятельности составляет всего две базовые величины. До начала осуществления ремесленной деятельности необходимо оплатить сбор в размере двух базовых величин. В настоящее время размер базовой величины составляет 29 белорусских рублей. В дальнейшем такой сбор уплачивается до 28 декабря на каждый следующий год. Обращаем внимание, что плательщики, уплатившие до 28 декабря 2020 года сбор в размере одной базовой величины за полный 2021 год, обязаны доплатить сбор до ставки две базовые величины не позднее 31 марта 2021 года. Ремесленнику также необходимо приобрести книгу учета проверок, страницы в которой нужно пронумеровать, а саму книгу прошнуровать и заверить своей подписью. При осуществлении ремесленной деятельности вести учет и представлять в налоговую инспекцию декларации не нужно. При этом, вне зависимости от количества направлений ремесленной деятельности, в которых развивается мастер, сумма его сбора не увеличивается. Перечень необходимых документов и их образцы можно найти на стендах в налоговых органах по месту жительства. Здесь же можно получить бесплатную консультацию и буквально за час превратить хобби в дело, приносящее реальный доход.